Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. И наш рассказ сегодня пойдет об очень интересной культуре, которая широко распространяется в последние годы, которая полюбилась уже всем, и все используют его пищу. Это пекинская капуста. Вот смотрите, какой красивый экземпляр у меня. Но замечу сразу, что этот экземпляр в эту пору уже до весны у меня не долежал бы. Это вырешено где-то в Греции или в Испании. Ну вот многие как бы пробуют выращивать, получают не хуже результаты. Ну а у некоторых не получается ничего. Она выцветает и не дает такого красивого качана. Давайте разберемся с этой капустой. Что это такое, с чем ее едят и как ее выращивают. Ну, во-первых, необходимо заметить, что у нас иногда наши производители семян, то есть фирмы, которые торгуют, уводят нас в заблуждение. Вот это называется пекинская капуста. Вот здесь выставлены, это пекинская капуста. А вот посмотрите на пакетик. Фирма написала, капуста китайская. А вот китайская капуста и пекинская, это не одно и то же. Это совершенно разные растения. Поэтому они отличаются и качаном. Вот, китайскую капусту более правильно назвать капуста пакчой. Вот, видите, она не образует качана. Так, чтобы поняли, что есть капуста пекинская, есть капуста китайская. Вот. И они, капусты, совершенно разные по своему назначению и по своим продуктовым органам. То есть то, что употребляется в пищу. Пекинская капуста может вырасти качан. У капусты пакчой только листья с черешками. Их употребляют в пищу. Ну, значит, капусту выращивали. Кто-то добивается хороших результатов, кто-то не очень хороших результатов. Ну, начнем с того, что, во-первых, это капуста. Большинство капуст чувствительно на сроке посева. В каком смысле? Капуста, которая высевается, пекинская капуста, которая высевается до 15 апреля на рассаду где-то в комнатах. Или даже сеться, если позволяют условия в открытом грунте под пленку. Дает, растет и формирует качан. Значит, самые красивые качаны, замечу, получаются не при весеннем посеве, а все-таки при посеве летом, в июле, августе месяце. Там вырастают самые-самые красивые качаны. Значит, объясню почему. Потому что растение тогда, день начинает сокращаться, и растение формирует очень хороший качан, такой продуктивный. А вот, значит, ошибки при выращивании капусты. Эту капусту нельзя сеять вперед. Не смотрите даже на пакетиках, если даже отметочка такая есть. В мае, июне месяце. Почему? День становится длинный, и эта капуста, вместо того, чтобы нам дает розетку листьев, и вместо того, чтобы нам формировать качан, который мы так от нее ждем, она дает нам цветонос. Дает цветонос, выцветает. В итоге тоже и семена наши потраченные в зра, и у нас расчарование. Мы считаем, что мы что-то неправильно сделали. А неправильно мы сделали, что высели в неправильный срок. Далее, капуста, это очень требовательно к питанию. Поэтому обязательно под ее посадку вносят 60-70 грамм нитрофоски, минеральное удобрение, и ведро пирогное на метр квадратный. Это все равномерно заделывается. Также нельзя забывать об известковых удобрениях. Нести доломитку или мел, где-то грамм 200-300 на 1 метр квадратный. Все это перемешать с верхним слоем почвы, не надо глубоко заделывать, потому что растение корни поверхностное, она глубоких слоев ничего не возьмет. И после этого можем садить рассаду капусты на нашу эту градочку, что мы сделали. Можем высеять просто семена и потом проредить. Но самое главное, опять же, чтобы капуста чувствовала, что ей надо давать корнеплод, ей надо давать свободу. А свобода будет достигаться, когда у нас будут между радио 30 сантиметров и между растениями 20 сантиметров. Капуста чувствует такой простор, и она будет формировать качан. Далее, она очень отзывчива к влажности почвы. Поэтому лучший урожай, пекинская капуста, дает на суглинках, где влаги в земле как бы больше. А вот на песчаных почвах, чтобы иметь хороший урожай, эту капусту необходимо мульчировать. Мульчировать что? Засыпали между радиоопилками, засыпали между радиосоломой. Вот мы замульчировали, влага будет сохраняться гораздо дольше. И урожай у нас будет этой капусты гораздо-граздо лучше. Как я уже сказал немного ранее, самый хороший урожай капуста, самые плотные большие качаны, она дает, если их посеять в начале июля или в начале августа. Вегетационный период 60-70 дней позволяет этой капусте дать хорошие качаны, которые мы с удовольствием поставим на стол и которые мы будем угощать своих друзей салатами. Ну, рассказал про пекинскую капусту, вы поняли, что съесть рано можно, в середине лета нельзя, в конце лета, в конце лета, в начале лета съесть нельзя, и опять можно съесть, получать хороший результат этой капусты. Удобранная заправленная почва – это гарантия этой капусты, выращивания урожая этой капусты. Ну, селекция не стоит на месте. Сейчас, значит, вот раньше было, эти кабы я вам показал в начале, что была пекинская капуста, была китайская капуста, но сейчас селекционеры создали уже 26 разных разновидностей капусты. И вот они наскрешивали так, что вот эти капусты поскрешивались с другими растениями, вот, и сейчас у нас имеется целое море капуст, которые, как бы, ну, они являются родственниками, но очень-очень отличаются. Вот, уже сейчас появилась капуста пекинская, капуста японская. Видите, какая интересная, японская капуста. Вот, она же тоже, конечно, она не формирует, формирует листья. Вот, сейчас появилась такая вот краснокочанная сорта пекинской капусты, ямада, тоже больше это самое, уже с листьями, вот. Ну, и дальше наши селекционеры не стоят на месте, даже по пекинской капусте. Они уже сейчас начали выводить сорта голландские, есть, которые можно сеять именно летом. В начале лета посеять, они идут не в стрелку, а идут в корнеплод. Так что, также, вот, обращайте внимание на название сортов и на сроки сева. Хотя, говорю, как я вам уже показал, на пакетике не всегда правильно может быть информация. Вот. Ну, вот, значит, эта капуста пекинская, что ее можно... Салаты. Ее можно делать салаты, ее можно ши делать, ее можно тушить. Вот. Вот капуста пак чой, которую я вам показал сразу, это сам пакетик. Видите, у нее такие травки. В этой капусте листья идут для салатов, для шей, а вот черешочки в этой капусте маринуются, то есть, квасятся и употребляются в пищу. Они очень любимы в странах, в восточных странах, в Корее, в Японии и в большей части Китая. Именно пак чой капуста. Ну, кроме листовых капуст, это, конечно, все разнообразие. Ну, вот, это слабый кинский, слабый пак чой. Есть другие, конечно, капусты листовые. Их очень много. Смотрите, какие красивые листовые капусты. Есть калле американские капусты. Есть самые интересные капусты, которые вы видели, но вы не знаете. Вот такие цветные, декоративные капусты. Эти капусты тоже можно употреблять в пищу, тоже делать оригинальные салаты. Так что, знайте этот вопрос. Так что, разнообразьте свой рацион, смотрите наши ролики на нашем канале. И успехов вам, хороших урожаев, чтобы ваши качаны были еще получше этого. Удачи вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова